Это программа Худсовет. С вами Яна Мирой. Сегодня в нашей студии народный артист России Олег Митяев. В Самарской области снова собираются любители авторской песни со всего мира. Пришло время Груши. 43-й фестиваль имени Валерия Грушина продлится 4 дня. На традиционном месте на Мустрюковских озерах запланировано более 100 выступлений. Кроме традиционной концертной формы в программе Грушинского, кинопоказы, мастер-классы, лекции, фотокросс, творческие встречи, поэтические капустники, театральные постановки и перформансы. Грушинский фестиваль это безусловный бренд, в каких-то эпитетах он не нуждается. Интересно оценить масштаб события этого года. Сколько площадок, сколько артистов. Может быть есть прогноз, какое количество участников будет? Ну, масштаб всегда бывает разный. Это началось ведь с героического события Валерия Грушина, который погиб, спасая детей. И друзья на четвертушке листочка написали о том, что состоится вечер памяти Валерия Грушина. И пришло 2000 человек. На следующий год пришло 10, 20, 30. И рекорд был 400 тысяч человек, когда Грушинский собирал столько. В последние годы, ну как-то 50 до 100 тысяч. Но, наверное, гнаться здесь за количеством никто не собирается. Главное, чтобы была теплая душевная атмосфера. А вот то, что касается наполнения самого фестиваля. Сколько площадок, сколько артистов? Есть ли те, кого пришлось, например, уговаривать, и вы удивлены и рады, что он наконец доехал? Да. Вы знаете, очень много выступающих, даже я не знаю другого такого фестиваля. Около семи сцен, расположенных в разных частях. Есть главная сцена и самая главная сцена. Это в виде гитары, которая лежит на воде. И сколько я рассказывал везде, за границей, об этом фестивале. И в конце концов, из Южной Африки в этом году приезжают 4 артиста. Такой народный артист Южной Африки Яни Дитой, который поет в стиле авторской песни. С Виолонч-Листкой он приехал. Не знаю, как мы ее довезем. Но я думаю, доедем и все состоится. Пока еще не дала согласия Тамара Гварцетели, которая там уже была и произвела фурор. Я не помню, чтобы кто-то так пел песню о Куджаве, как она. Может быть, и грузин грузина так чувствует, но люди были в восторге от этого. Я боюсь даже перечислять, потому что, чтобы никого-то не забыть, Евгений Евтушенко, частый гость этого фестиваля. Вообще, поэтическая сторона фестиваля, она расширяется. Вот этот список выступающих очень большой. И мэтры там Егоров, и Туриянский, и Городницкий, и более молодое поколение, там Лариса Брохман, я не знаю. И совсем молодые, пока неизвестные имена. Но я думаю, что задача этого фестиваля как раз открывать новые имена. Вопрос про программу. Просто поразило одно название. Оно такое. Пушкин, Гоголь и Маршак. Спиритический концерт гадания по книгам. Интересно, что там будет происходить. Вот вы в курсе? Я сам. Для меня это секрет. Это отдельная сцена, своя программа. Она хотелось бы дойти до всех сцен, но не получается. Потому что и свои выступления. И вот, наверное, самое большое несчастье этого фестиваля, что ты не сможешь побывать везде. Если рассматривать Грушинский как зеркало всего явления, интересно, как в последние годы меняется сам жанр авторской песни? Появляются ли какие-то новые формы, новые интонации, новые мотивы? Конечно. Вот мы мечтали с самого начала немного оторваться от туристической тематики. Ведь все-таки Грушинский фестиваль и Валерий Грушин, он был турист. И он с собой возил этот флаг и поющие бобры, ансамбль, в котором он участвовал. Но мы всегда пытались с товарищами оторваться и приблизиться к французскому шансону. Чтобы там был контрабас, чтобы там звучали какие-то классические инструменты. Такое вот обрамление. Но все-таки это обрамление более профессиональных, более высоких текстов, чем то, что мы слышим сейчас везде. И вот, к сожалению, а вот этого мы не слышим. Ну теперь услышим. Поздравляю вас с открытием фестиваля. Я напоминаю, в нашей студии был народный артист России Олег Митяев. Продолжение следует...